Привет, друзья! Всем привет! Вы на канале POP-MUSIC, с вами диванные эксперты Владимир. И Алексей. И белая коробочка, но не совсем белая, но не суть. Это процессор... Процессор от компании MUIR GE250. Алексей, какой это уже у нас процессор на обзоре? Инстый? Я вот даже сегодня, когда ехал на съёмки, думал на эту тему. Серьёзно, это не для ролика фраза, а просто я серьёзно думал на тему того, что это уже какой-нибудь сотый, наверное, у нас снятый процессор. И так или иначе, интерфейсы у них у всех похожи. Вот, собственно, чем мне этот процессор сразу понравился? Я его включил, и буквально секунд 20-30 на разбор хотя бы... Пытался понять, как получить из него звук? Нет, это всё к нашему звукорежиссёру вопрос. Он там что-то забыл включить. Это же звукорежиссёр, да? Вот, нет. Именно по интерфейсу управления, то есть хоп-хоп-хоп, всё быстро очень нажимается. Собственно, давай мы сразу же зайдём и покажем, наверное, где у нас все эффекты расположены. Итак, нажимаем на кнопку дисплей, и хоба у нас в цепочке появились все эффекты. Соответственно, нажимая на одну из ниже подписанных кнопочек FX, там всё так прекрасно видите, мы можем активировать тот или иной эффект, либо усилок. В общем, давай сейчас... Либо поменять, да? Да, ну соответственно, можно их поменять цепочки местами, то есть для этого... ну DS у нас стоит там дисторшн какой-то, тыкаем сюда, потом поворачиваем влево, хоп, он теперь перед эффектом. То есть можем сюда в FX-A, например, запихнуть. Вот сейчас мы активируем, запихиваем туда... Квакушку. Квакушку, да. Что ещё может быть? Что ещё может быть? Крутим. Да, выбираем. Другая квакушка, автоквакушка, ещё что-нибудь. Компрессоры там всякие, фейзеры, степ-фейзеры, джеп-флэнзеры, роторы... да короче, куча эффектов, как обычно. Хмелион, Q-фильтр, вот видишь, даже есть. High-pass, Low-pass, всё что угодно. Даже дилей можно сюда поставить в эффект. Короче, кваки, всякие модуляции, компрессоры, вот они все вот здесь присутствуют. И даже noise gate. Можно поставить два noise gate в цепь. Вау. Окей, вот квакушка. Любители джета оценят, наверное. Да, и возвращаемся обратно. Да, вот у нас в цепи появилась квакушка. Ну и по аналогии, соответственно, крутятся все остальные эффекты. А, можно её включать и выключить тоже этой кнопочкой? Да. Удобно, удобно. А дисплей нас возвращает каждый раз обратно. Да, то есть вы можете, соответственно, взять двумя нажатиями, залезть в недра регулирования той или иной педали, а не так, как на некоторых процессорах у нас было. Занимало где-то час времени на то, чтобы понять, как это вообще двигать. Ну да, в принципе, просто. И смотри, другие кнопки. Видимо, очень логично, здесь есть написана кнопка system, которая отвечает за настройки вообще всего, что здесь есть, всё, что здесь имеется. Правильно? Ну да. Да? То есть там и по USB как подключить, и таптемпы как где, и какой капсим, и чё как. Ещё кнопочки можно сохранить, изменённые пресеты. Вот ещё вот это... Глобальный эквалайзер. Для тех, кто часто играет на концертах, это очень полезно. Смотри, Алексей, прикольно, что эквалайзер настраивается разный на XLR и на выход на наушник, на output и телефон. Потому что я часто пользовался в процессорах такой функцией, что ты из XLR посылаешь в фох, ну типа в зал звук, а из джеков забираешь себе для мониторинга. И ты себе для мониторинга можешь подстроить удобный звук, чтобы у тебя там гитара не фонила или наоборот фонила, если тебе это вдруг нужно. Такое бывает. Ну с сингломянов они будут, по-любому. Ну плюс-минус. Вот, а соответственно, в зал ты выдаёшь, там что-то тебя звукорежиссёр попросит что-нибудь срезать. Или ты ему сразу можешь, например, там low cut, high cut сделать, чтобы он не мучился. Короче, мораль всей басни такова. Интуитивно легко и просто крутится, что засчитывая в плюс. И смотри, из не самых интуитивных, но что я нашёл довольно быстро. Смотри, control. Это такая кнопочка, которая позволяет тебе повторным нажатием кнопки включения пресета. Вот у нас, например, пресет A сейчас. И ты этой кнопочкой переключаешь distortion. Включил, включен, выключен. Вот. И соответственно, ты можешь любой абсолютный эффект добавить или убрать из этого списка. То есть, например, раз, и у тебя переключились эффекты, которые ты выбирал, да? То есть, с повторным нажатием. То есть, у тебя в твоём обычном виде экрана ты можешь не только переключать эффекты вниз-вверх, но ты ещё любые, причём без задержки. Послушаем. Но ещё и с повторным нажатием ты можешь как-то на этот эффект воздействовать. То есть, у тебя на песню, допустим... Сразу шесть, получается, вариантов. Да, шесть вариантов с быстрым доступом к каждому. Прикольно, мне кажется. Ну да, это концертная тема, очень удобная. Угу. Ну чё, давай перейдём к прослушиванию всего этого добра. Поехали, послушаем. Начнём прям с первого. Написано US clean. Моя гитара провоцирует. Что там дальше? Похоже на Fender's Q-Slock? Ну вроде да. US drive. Следующий. Похоже на что-то. Bass guy. Ну давай не будем слушать прям себе подряд. Говорит, а какой-то там фьюжн был. Подожди, тихо-тихо. Там какой-то фьюжн... Сегодня ты играешь фьюжн? А завтра... Непонятно, почему фьюжн и чистый звук. Детюна не хватает. Детюна не хватает, да. Так, Pitch Lead... нет, давай дальше. Давай, поиграй ты. Звучит громко. Давай дальше. Ну это хорошо. Welly echo. Ну что, будем просто подряд слушать или... ну давай наткнёмся на что-нибудь? Я наткнулся, Алексей, твой любимый. Ну не очень Lumis, но вполне Lead. А это чё? А вот, кстати, давай влезем. Мне интересно, угол там или нет? Ой, не туда, извините. Display... значит, выбираем. Мне надо вот так. Amp. Ну ребят... Не, ну ё-моё! Не, ну как Lumis, литый 5150. Да, но пивак это пивак. Ладно, идём дальше. Пойдём в обратную сторону, Metal High Game. А всё потому, что я помню, что там рядом был Metal High Game. Сухо, чётко, метально, хорошо. Ну что дальше? Phaser Funk, Вова, твой выход. А так отключается Phaser. Не, ну кайф. Ну чё, слушаются уже пресеты. Давай посмотрим, накрутим что-нибудь по нашим нуждам. Не, накрутить-то мы накрутим. Что скажешь вообще по выше отслушанным пресетам? Слушай, я могу сказать только одно. Но мне уже надоело копаться в процессорах. Не потому что они какие-то там все плохие. Нет, потому что они все настолько как бы стали адекватными, что ли. Не знаю. Вот я заметил, знаете что? Мы выборочно, конечно, покрутили. Но в целом не было прям совсем уж дико провальных пресетов. Нет, жёсткого провала нет. Ну в принципе да звучит. Нет такого, что знаешь, типа как ты... Когда-то давно, лет двадцать назад, ты брал красную фасолину одной фирмы, и просто сделал Facepalm от любого звука, который ты включаешь. Или... Зум. Или зум. Где там всё что угодно, плюс вот такой вот дилей. И ты думаешь, блин, какой кошмар. А сейчас какие-то уже более-менее доступные процессоры. И ты уже выбираешь процессор по такому принципу, типа блин, вот этот беленький, вот эта ступенька, тут дизайн. Вот смотри, шрифт какой интересный. Ты уже это... Вова, хватит техноблогера быть! Сбоку... А разрешение экрана, да? Я всё-таки, да, предпочитаю ретина. А здесь есть adaptive tone, да? А на солнце? Хорош, давай крутить звуки. Давай крутить звуки, да. Давай накрутим нам пресеты. Ну что ж, у нас 83A, empty, то есть там ничего нет. Вова, зажигай. Да, настроим звук мне. Для начала, как звучит гитара, просто. А вот именно так звучит гитара в линию. Давай что-то с этим делать. Дисплей. Как мы видим, ничего не горит, ничего нет. Давай поставим... А я вот прям Deluxe себе и оставлю, ты знаешь? Это не то, чтобы какая-то удивительная часть для меня, да? Но давай посмотрим, что вообще есть. А есть дофига всего. Куча всяких маршалов, куча всяких повербов и так далее. То есть ты вокс искал искал? Вокс искал искал, да. Вот. А оставлю я Deluxe Reverb. Потому что что? Потому что мне нравится. Главное, мне больше всего нравятся пустые слоты под усилители. Они такие с надеждой на то, что типа обнови меня, тут что-то скоро появится. Так вот, US Deluxe, то есть Fender. Единственное, что мне сейчас не нравится, это то, что чтобы покрутить эффект, нужно вот так вот выбрать отдельно каждый и каждый крутить. Это как-то... Ну да, на подах и же с ним там было очень удобненько. Пять крутилочек или сколько там, шесть их было под регулятором параметров. Да. Вот здесь немножко ручечек и было бы прям замечательно. Хотя, честно говоря, жаловаться не на что. Меньше ручек на таких процессорах, меньше объектов для того, которые придётся чинить потом. Но я в защиту скажу, есть вот эти кнопочки, которые позволяют резко активировать тот или иной эффект. Нет, в принципе, в принципе, я не жалуюсь. Да, я пока эквалайзер вообще не буду трогать. Единственное, прежде чем даже что-то слушать, кабинет включу. В кабинете, смотри, вначале прямо выбор ламп. Это особенная технология, в которой есть лампа в кабинете. Первое, что мне очень нравится по сравнению с предыдущими процессорами Muir, которые я когда-либо крутил, там всё по умолчанию стояло типа влево, в минус. Здесь изначально ты вот включаешь, и у тебя что-то настроено. Это очень приятно, потому что когда у тебя, например, стоит выбор ламп, а на них написано OFF. А ты как бы никогда в жизни не крутил миллион усилителей разных, и ты не в курсе, какая лампа должна быть в Deluxe Reverb, да? В усилителе Fender Deluxe Reverb. Ты как бы вообще не имеешь никакого понятия. Как это выбрать, непонятно. Здесь пусть лампа находится вместо предусилителя, она находится в секции кабинета, фиг с ней, пусть она тут будет, но хотя бы она сразу стояла правильная, какая нужна. Микрофон тоже двигать не буду, ничего, настройки никакие менять не буду. Хочу послушать, что сейчас происходит. В принципе, происходит нормальный такой Fender-овский звук, похоже. Давай эффектами. Я хочу сразу добавить ревер, потому что, ну ты знаешь, ну вы знаете, ну ревер, ну камон. Как там это было? Камон, Козловский, да, тут камон, ревер. Почему нет? Бумерские какие-то приколы у тебя? Зумерский, ты хотел сказать. Бумер, даже дорогой. Так вот, ревер обычный стандарт настройки. Для пружины, смотри, есть длина, уровень, дикей и тембр. Вот. Кстати, булькает. Похоже, как по Marshall, когда стукнешь кулаком, такой же звук. Ну или по Fender, по-любому, да. Если никогда не стукали по ламповому усилителю кулаком, не стукайте. Это вредно для ламповых усилителей. Окей. Что мне ещё нужно? Для счастья? Для счастья мне нужно в пресете что-нибудь перегруженное слегка. Я не люблю что-то слишком сильно перегруженное, но я уверен, что здесь есть золотой клон. Есть клон кентавр, это прекрасная педалька. Сейчас посмотрим, что-нибудь накручу. Я прям слепую кручу, потому что что? Потому что я тренировался и уже накрутил себе зуб. Поэтому более-менее его повторяю. Скучный и мягкий. Ну верха не хватает, а так ничего. Ну тебе кажется, не хватает. Мне кажется... Нет, тебе же слишком много. Ну это всё вкусовщина, верха не хватает. Давай посмотрим, что здесь есть. Квакушки, а есть ли какая-нибудь автоквака, которая сама... вот та чва. Это, наверное, то, что я ищу. Единственное, высоковато звучит, а так прикольно. Квакуха. Да, всё вроде бы более-менее нормально. Единственное, я из лагеря сначала Distortion, потом квакуха. Единственное, чего мне не хватает сейчас, это дилей. Для моего счастья. Давай посмотрим, какие вообще дилеи есть. Digital, Analog, Real. Их тут целых восемь штук. Tape, Mod, Reverse, Ping-Pong, Dynamic, 9. Dual-дилей ещё, смотри. Ух ты! Я выберу Analog. Level чуть-чуть побольше. Feedback чуть-чуть поменьше. Time чуть-чуть. Ish. И нормально. Ну-ка послушаем. Да чё он бы ещё посудал? Ну это... мы тебе сейчас дадим волю разгуляться, накрутишь Алексея всё, что захочешь. Единственное, что смотри, я сейчас хочу сделать, это я ещё хочу сделать control. И чтобы у меня включались и выключались не овердрайв, овердрайв пусть будет, а квакушка и дилей. Ну-ка. Вааааа. И теперь жмём Save. И сохраняем. Корпорат 1. Да? Да, корпорат 1. Что-то там можно поменять. Чтобы нажать на Save, это, наверное, надо вот сюда. Ну и всё, сохранились. Поехали, Лёх, давайте теперь настраивать. А теперь, Алексей, давай перенесёмся в мир перегруженных усилков и послушаем что-нибудь для нормальной музыки. Да, долой интеллигентность, чистый звук. Хватит вот это всё. Так, empty, ничего нету. Нажимаем amp и крутим. Крутим-крутим. Много тут интересного всего? Да много-много. PV 5050. Ну я знаю, под номером 45 встречается... EV 5050. Ну то есть как бы это 5150, но тут это 5050. В общем, кому надо, тот понял. Причём интересно, что был PV 5050, и есть ещё EV 5050. То есть есть и от PIVI вариация, и есть новая вариация от EVH. Интересно. Да. И я как человек подготовлен, сразу гейн скручу, потому что выхлопа много, и будет свист. Да. Главное, не забудь кабинет поставить. Да. Но мы-то помним, металлзон в линию. И делать так не будем. Поэтому жмём кап, тут лампы, микрофоны. В общем, всё как обычно. Я менять не буду, просто послушаем, как звучит. Брати внимание, ты можешь выбрать и 5150 на лампах с XL6, и можешь ещё и поставить EL34. Ну это прям... Как модные вариации современных, хотел сказать, пиваков-евеечев. Ну это может вызвать вопрос. Давай. Тем не менее, слушаем. Понятно. Так, предлагаю ещё какой-нибудь усилок накрутить. Я обычно в процессе лезу. Это кабинет. Ой, извините. Был неправ. Так. Ещё раз лезем в усилки. Я люблю искать марки в сумке. GP-A, GP-B и GP-C. Каждый раз узнаем что-то новое. Вот, например, Алексей любит искать марки. Поехали. Слушаем. Чего у нас получилось? i7-57? Ну-ка. Я прям чувствую, что гейн на 100 было многовато. Ну-ка давай. Много вата было. Так. Окей. Значит, чего нельзя представить вот этого усилителя без грелки? Без тупскримера? Да. Жмём сюда. Gain на 0. 808. Ну это уже настолько-то отработанная схема, что... О, море затихло. Хорошо. И сейчас сравним, что поменялось. Взял бас и исчез. Стал таким приятным, скомпрессированным. Для людей, которые играют во всяких низких строях, это прям-таки обязательный must have. Следующий эффект, который мы выберем. А давай мы нажмём сюда. Ещё раз нажмём сюда. Потом FXB. Ну ладно, он стоит на месте, на нужном. Нажимаем его. И угадай с трёх раз, что... Fazer? Не-е-е. Я Horus люблю. О, Horus любишь? Да. А ты из лиги Horus в конце или Horus перед овердрайвом? В конце. А есть лига целая? Типа, Пол Гилберт всегда всю жизнь ставил Horus перед перегрузом. А я и не знал. Я не знаю, я по привычке ставлю всегда в конце, мне нормально. А фиг его знает. Так, слушаем, что получилось. Хорус. Вот можно попробовать на лету. Ну-ка давай. А чё ты поменял? Хорус первый. Поменял? А теперь в конце. У меня есть лёгкое ощущение, что хорус в начале чуть более явный. И грязнее. И грязнее. Вставь в конец. Мы за чистый звук. Эй, мы за чистый звук. Так, и delay. Делай. Так. Девять типов, мы это уже выяснили. Digital, Analog, Real, Mod. Так, ну модуляция уже есть, поэтому... Модуляция уже есть. Реверс, пинг-понг, King Kong. Динамик, Duvel. Давай чё-нибудь попроще. Tapie? Или Real? А чё за Real? Давай Real Madrid. Реал Мадрид. Ну кстати прикольный, такой типа супер-супер чистый digital по идее. Ну как будто бы... Дилай аккуратный. Аккуратный, ненавязчивый. Чё ещё? Всё? Да в принципе всё. Ну шумодав можно. Шумодав можно. А потом заодно проверим, что он будет делать. А давай мы эффекты отключим только, чтобы работа шумодава была более явной. Да, ноис супрессор, ещё раз. А, ноис киллер. Ну-ка. Работает? Да. А какие ещё есть вариации ноис супрессора? Ноис редюсер. А, редюсер, от которой типа не... ну понятно, как работает, да? Это который сразу вырезает какую-то частоту. А есть ещё ноис гейт, который с большим количеством настроек. Короче, если вы пацан простой, то ноис киллер. Если вам нужно вырезать фонящую частоту, то и ноис редюсер. А если нужно прошаренный какой-то невероятный гейт, то... Ну или джент играйте, где надо, чтобы захлопало вот прям вообще. Да? Прикольно. И ещё ряд функций, которые мы не обозрели, так сказать, не упомянули. Но они здесь есть. Итак, первая кнопочка Rhutum. В ней скрывается много интересного. Нажимаем. Раз, два, три, четыре. Жизнь не до такого доведёт. Так вот, помимо барабанов... Да, давайте вообще покрутим. Не включая их. Да, тут есть у нас всякие разные стили. Рок, поп. Давай, наверное, послушаем всё. Рок. У меня вызывает некоторые вопросы тембр бочки, который не меняется, меняя стили. Ну ты скажешь спасибо, что вообще есть какие-то барабанные биты, что не часто встречается в процессорах. Но в целом при игре в линию, при домашних занятиях очень даже, по-моему, прикольные нагрели. Да или в наушниках. Ну да, это, конечно, несомненно круто. Ещё одна функция, от которой лично у меня начал дёргаться глаз, но... Но ритмично. Да, ритмично. Фанаты Cubase поймут, в общем, послушайте. Нет, что, послушайте. Давай, выбери. Да, выберу вот так. В общем, это звук стокового метронома в Cubase, так что у меня от него уже как бы немножко... Зато привычно и удобно. Да. Короче, можно поиграть под барабаны, под метроном. Первое. Второе. Нажимаем две кнопки. И можно поиграть на настроенной гитаре. У тебя третья струна не строилась. Да, неважно. Я умею. Ну ты цоя нормально играл, но не настроенный. Лучше звучало. Да, да. Detune. И вот так ещё можно сделать. Ага. Случилось ничего. Ещё раз нажимаем вот так. Включился лупер. Ну тут стандартный набор функций. Целую... сколько там минут, наверное, можно записать. 100 секунд или сколько там? Rec 100. Или это громкость. Ну короче, сколько там можно записать? Да. Реверс включить в обратную сторону, замедлить два раза. В общем, стандартный набор для лупера. Тоже будет полезно. Да, да. Что ещё этот процессор умеет? Как и любой современный цифровой процессор... Цифровой процессор. Цифровой процессор. Аналоговый. Да, тавтология. Но тем не менее, короче, он умеет быть как аудиоинтерфейс, и можно подключить к компьютеру и записывать. То есть это уже как бы норма жизни процессоров без этого самого аудиоинтерфейса. Чё-то я особо и не припоминаю. Не, ну есть совсем бюджетные. Ну да. Ну и кроме того, можно обновиться там, прошивочки. Ещё есть замечательная штука Tone Capture, которая... Мы это подробно рассмотрели. У нас, во-первых, есть обзор подробный на педаль Tone Capture. Если вы не видели, посмотрите обязательно. Кроме того, в предыдущем 350-м была уже Tone Capture, ты это уже рассматривал, нет смысла повторяться. Да, в общем, там ссылочки будут, в общем, посмотрите. Работает точно так же. По входам-выходам что? Тут у меня такой стандартный набор. Ауксин. Можно подключить ещё одну педаль экспрессии, если тебе одной недостаточно. Есть FX Loop. То есть, если ты хочешь свой перегрузик какой-то сюда впихнуть или дилей, пожалуйста. Кроме того, есть выходы стерео по XLR. То, как мы сегодня пишем. Есть ещё выход стерео джеками. Наушники, MIDI, USB. Ну вот это всё. В общем, довольно стандартный набор подключений. Классно, что всё это есть, что всё можно использовать. Ничего такого важного вроде бы не упустили из этого процессора. То есть в довольно компактном 4-факторе всё уместилось. Опять Technoblogger включился, да? Это не Technoblogger, это такой мыслящий гитарист, который думает, это вот этот размер, это карман в чехле или это дополнительная сумка, которую я беру с собой? Я бы, честно говоря, ещё бы отпилил педаль экспрессии, чтобы он сократился вот до такого размера. Ну это мечты. И как бы если тебе нужен, то берёшь, да, педаль экспрессию свою. Ну, а кто его знает? Может, такого уже придумали и просто ждут, когда у них получится это тебе ещё раз продать. Но в принципе... а чё? Хороший процессор? Да. Музыка 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 Ну что, Алексей, вырази наше общее мнение по поводу этого процессора. Ну я всё-таки, наверное, своё выражу в первую очередь. Да, я хитрый. Но тем не менее, процессор порадовал эргономикой, то есть разбираться в нём не пришлось. В отличие от некоторых процессоров, не будем называть их имена, но тем не менее. Нажали, включили, всё работает. Нет паузы при переключении между пресетами, как в одном... Что, между прочим, очень-очень важно! Как в одном процессоре, не будем называть его... не будем чихать дважды. Вот, что ещё хорошее? Прикольно, выбрано у них вот это управление с двойным нажатием, которое включает-переключает эффект. Ну да, звуков хватает на любой вкус, цвет и размер, поэтому... А, драм-машина есть. В общем, заниматься удобно, в компьютер записывать, концертики играть. В общем, прибор универсальный. Слушайте, смотрите, присматривайтесь. И, конечно же, оставляйте комментарии внизу под этим видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, нажимайте колокольчик, до новых встреч, пока! Так, что, писем? Лёша, я сядь чуть поближе к краешку дивана. Мне так неудобно. Я понимаю, ну ладно. Ты только не тяни сюда, пускай всё Вову делает, у тебя петличка сразу. Нет, к краешку смысле не к боковому, а к краешку, к краешку. А, вот так? Да. Давай.